всем привет друзья с вами владимир канал гильдии геймеров и наконец-то продолжаем хождение дарков отменов медан вот было у меня много работы на прошлой неделе вы на этой неделе я вот воскресенье постарался записать как можно больше видосов вот и первые видосы у нас получается на медан поехали продолжить а в это вроде серии должны уже на страшный корабль попасть и вот мы значит только что чуть тут все не погибли ну не то чтобы прям погибли а этот болван болван этот болван достает не знаю откуда кольцо кстати где хоть ты его прятал ну не придам их же можете себе представить в каком я была отпаде ну чё стильно братишка а конрад там разве не собирался принести нам еще пиво ну может подумал хлеб нудлеровка потом напился а как напился так и про нас забыл ну и выпил все что там было в одно лицо то есть подобный феномен уже наблюдался я за ним годами наблюдаю дупо еще а мы из самолета пулю вытащили да я внизу оставила можешь глянуть вот ты скоро будешь миссис смит как ощущение не знаю я ведь делаю карьеру под своей фамилией мне бы не хотелось ее менять ну а ты на работе оставь старую как псевдоним а моя настоящий будет господи скажи ты же не передумала нет нет конечно многие оставляют девичью фамилию ну и за свадьбу то обычно платит семья невесты я думаю о том как лучше подать эту новость папе квас что если твой папа отгрохает нам свадьбу века все скажут что я женился на твоих деньгах нет все скажут что ты женился на моей роскошной фигуре джулия и деньги вообще ни при чем ты чего зря ты волнуешься ты сказала да и я прямо увидел как перед нами развернулась будущее я люблю тебя алекс на на это нажмем куда все делись у нас же такой повод для праздника я их найду отдыхай пока эй а где мой брат или флис не знаю я как-то отвлекся идем поищем идем ну и где же ну волшебные врата официально хочу принести извинения за брата который ведет себя как пацан озабоченный не страшно пацанам у право найду конрад что-то я пиво не вижу а точно пиво я уже несу все то вам только пиво пить так раз мы все собрались давайте рассмотрим навигационный планшет может поймем как сюда попал самолет где планшет твоей сумки ага принесу так ща мы играем за джулию сначала вот это ощущение после помолвки гора с плеч честно я столько об этом думал а зачем под водой хотел чтоб запомнилась и запомнилась быть здоров не могу не признать сделать предложение на дне океана очень романтично и так быстро решила степениться горжусь тобой что бы я делал без такого брата это в каком смысле ты сказал слушать сердце не настолько я сентиментален все что ли мединститут говорили что все равно хороший совет а ну ладно ну а завтра то ныряем по мне это все как-то чересчур рискованно не бойся я ведь тоже там буду с тобой я пойду найду джулию эй там уж мясо скоро будет нашла планшет ой сейчас пардон я отвлеклась есть идем иди сюда красотка полегче тигр нас там ждут вот он кто от этого откажется внимание зацените маньчжурское золото реальные затонувшие сокровища что скажете кап координаты ну да это координаты пункт назначения самолета сможем завтра туда дойти это пара часов отсюда ну по погоде а еще что нашли этот самолет явно сбили в нем полно пулевых отверстий я одну пулю из фюзеляжа вытащила мы видели спасательные платы наверное самолет упал не успев их доставить и одного не хватало совести у вас нет в смысле я же говорила ничего там не трогать ну хватит не начинай опять я сейчас не про закон ну мертвых они не сердили нет вы творите что хотите нельзя было там ничего трогать ты права мы были неосторожны мне очень жаль что так вышло ладно может может и жаль вам вообще не надо было туда спускаться это не к добру думаете можно смело тащить оттуда что хотите но у всякой вещи есть своя энергия вы зовете призраков с морского дна началось об этом я как-то не думал да ты вообще редко думал что раньше я не слышал таких крутых страшилок это вам не страшилки не развлекалочка в океане тонут люди их могилы надо уважать я согласен брэд много страшилок знаешь ну есть одна история случилась прямо в этих краях излагай будем вместе бояться давай мы все уже заинтригованы только она довольно бредовая ну давай напугай нас ладно поехали история реальная случилось прямо тут рядом в очень старом и на классика да ну не верю откуда знаешь а ну порту я встретил дряхлого старика просоленного насквозь повязка на глазу деревянная нога и за доллар и я купил эту тайну похоже на правду тот маяк стоял в атолле отрезанный от внешнего мира луч света во тьме от рада моряка смотритель слышал как волны бьются о скалистый берег вдруг из тумана выходит женщина она вся в крови и еле бредет по берегу без сил она рухнул смотрителю на руки рыдая он привел ее на маяк и стал расспрашивать а мужик то молодец ловко а она говорит я живу здесь на маяке мои родители сейчас наверху внезапно смотритель конечно сказал вовсе нет он много лет живет тут один а женщина все доказывало что ее родители наверху и вот они идут наверх маяка а там на полу лежат мужчина и женщина жестоко убитые топором и тут топор но у кого в наше время есть топор ну хорошо тогда крюком для мяса обоих убили крюком и на нем подвесили жуть какая ладно и кто убийца короче женщина захлебываясь и рыданиями сказала что это ее муж и он там сидит шкафу муж значит предостережение всем будущим женам эй не отмажешься ты попалась тогда смотритель подкрадывается к шкафу открывает и так и есть внутри человек и он выпустил себе кишки крюком для мяса смотрите в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца ближе ближе и видит что это он сам глаза у него вылезают и он кричит вот это поворот круто лихо закрутил меня ты напугал здорово кровище ты не пожалел ну ладно повеселились и хватит надо лечь поспать а то погода портится по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву это что еще за регламент стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099 где что его видел интернет на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво закон есть закон мэм а что хороший сайт рубишь фишку друг не яблась и страшная история да ладно и никого здесь не оставили дежурить в А, бля. А, тихо. А, это эти? А, бля. А, бля. И чё делать? Тут так надо на всё нажимать, это самое, резко. А то я уже и сам засмотрелся, как в кино. Джулия, ты как? Нормально. Эй! 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 Пусти! Хватит! Уже почти. Нихуясь как умеет. Я так не смогу. Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это, могут быть рыбаки, которых я взбесил. Ну, молодец, Конрад. Отлично. Красота. Хорошая. Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Алекс, что они с нами сделают? Не волнуйся. Хотели бы убить, давно бы убили. Если просто убьют, это еще полбеды. Народ, надо освободиться. Срочно. Давай. Черт. Не вышло. Давай. Конрад! Никто не знает, что здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма-кусок? Слышь, отвали. Добрый день. Добрый день. Добрый день. обитта чего надо уроды слышь ты чего остынь друг но не надо так потом с ним разберемся теперь вроде себя хорошо малыш ладно ладно шули они идут господи конрад эй руки убери сволочи эй гондон хлебор закрой они ее бить не будут флис не тронули а флис я смотрю с ними прямо спелось господи Идут. Э, не получилось с тобой бить. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия. Ничего. Ничего. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь секунд. Шторм в восьми милях. У них был катер. Может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. Семь секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно. И на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад. Ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. Раз. Два. Три. Ч... Эй. Ты о чем ты думал? Конрад, двигай на катер. Иди-ка ты в жопу. Тони, вставай! Бери нож. А ну, бросай. Ха. Сборище дилетантов. Флиз. Я справлюсь. Доверься мне. Что ты делаешь, идиот? Тише. Не сделай хуже. Лучше не грубей, пацан. Катер. На катер беги. Он хочет меня убить, Дорсу. Таблет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Веди их вниз. Держи. Стреляй, если надо. Ха-ха-ха. Вон там. Ти. Суда. Сиад. Живе. Орметься, ха-ха-ха. Семен батау. Стоп! Ти. Уже не то, что я ставлюсь на голову. Олсун! Суда! И кто из вас мне расскажет про это манчжурское золото? Там-то ты найдешься погибель Ты просрал наш шанс Мы не отбили яхту из-за тебя Да, я в курсе Так, заткнулись живо Мы просто разговаривали Говорили? Говорите тихо Я скажу Флиз в этом замешана Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули Слила им про манчжурское золото Они в сговоре Ушам не верю Я только что потеряла все А ты меня обвиняешь? Вы все заодно Это ловушка, и ты нас подставила Эй, мудила Рот закрой Тихо, все вы Ты Со мной Узнаю, сколько пробить со шторма Но только Давай без глупостей А то усиленно пожалеешь Ясно? Дюков Милан Запрашивает сводку погоды Прием Слышу вас, Дюк Все нормально? Прием Эй, я просто хочу про шторм узнать Дадите информацию? А то нас тут потряхивает Прием С востока идет большой шторм Он вас сильно зацепит Но в течение часа должен уйти Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь Обычно вас не пугает непогода Нет Все окей Зашибись просто Легкий дождик мы выдержим Спасибо за информацию Через пару дней выпьем на берегу Да, блин, иначе так резко Хорошо, когда люди помогают Ты согласна? Правда? Так, тушка тика Стой Ну да, ладно, сбрасывай все Эй, вперед Давай Хорошо, ты о других заботишься Нечего сказать Так держать, Флиз Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он Ясно Молчите об этом Он может нас выручить Про Брэда молчим Лучше он будет там Чем с этими психами Ну здорово Он же может там погибнуть Брэд взрослый Не пропадет Думаю, лучше ему пока не высовываться А вот и кораблик А вот и тот военный Пока никто не умер Все могло сложиться совсем иначе По доброте душевной Я мог бы некоторым образом Предупредить вас о том, что грядет Хотите? Давай Отлично Обратимся за вдохновением к поэту Венецианский купец Акт второй Сцена седьмая Принц марокканский Достает свиток из глазницы черепа И читает Не все злато, что блестит Вот что мудрость говорит Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты Полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории Но вот в чем дело Все совсем не так, как кажется на первый взгляд Не следовало мне этого говорить Ладно, давай на этом закончим Вот Подписывайся на канал Ставь лайк, ставь комментарий С тобой был Владимир Канал Гильдии Геймеров И в следующей серии Продолжим Походить Мэн оф Мэдден Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok